Сегодня в Бердске состоялось аппаратное совещание. Руководители структурных подразделений, администрации и представители федеральных структур рассказали о работе за неделю. На городской планерке обсудили содержание дорожно-уличной сети, прохождение отопительного сезона и ряд других тем. Подробности в сюжете. Более 450 сообщений о правонарушениях поступило в Бердске отдел МВД за минувшую неделю. В том числе о 21 преступлении. 8 преступлений было раскрыто по горячим следам, 3 из ранее зарегистрированных. В общественных местах совершено 3 преступления, на улицах также 3. В городе произошло 3 пожара, сообщил руководитель управления гражданской защиты. Это микро-Н10, пятерочка, короткое замыкание кондиционера без последующего сгорания. Пострадавших нет. 24.11 в ГСК Шадриха, гараж 22, горели личные вещи на площади 2 квадратных метра без пострадавших. 25.11 на улице Островского 1а горел мусор на контейнерной площадке площади 3 квадратных метра. Множество обращений от горожан поступало по поводу отключения отопления и горячей воды у потребителей ЦТП-27Б. Ситуацию прокомментировал руководитель комбината бытовых услуг в ходе совещания. Котельная ТГК работала на предельной подпитке. Мы с начала недели продолжили это все и вот только к концу смогли разобраться, наверное, все почувствовали. Центр города лихорадило. Очень серьезная авария у нас была по улице Пушкина. И продолжаем уже злоязычное. Вот это наше ЦТП-27Б, которое уже, наверное, весь город знает на пересечении. Ленины и спортивные там продолжаются работы. Но вроде на сегодня по показаниям подпитка стабилизировалась. Нашли еще два дефекта. Опять же там в районе детского комбината 24-го одна. После того, как они установили приборы, смогли определить. На этот раз не затопили, мы у него вообще хранили еще ничего. Дефекты нашли. Еще одна есть. Есть небольшая утечка в районе новой стройки. Это там тоже вроде нашли. Не понимаем, как подобраться. Будем менять участок. По улице Ленина понимаю, что очень много нареканий, очень много вопросов. Но тот случай, когда, называется, пошевелили старые больные сети, оно и пошло. Я докладывал, что мы вычистили теплообменники, там все параллельно пока стояли. В субботу начали опять, сегодня продолжаем. Все опять забито грязью. То есть подняли вот это старое. Все опять позанесло, забило. То есть опять заново эту работу делаем. Но уже не кислотная промывка, но обычная промывка там опять требуется. Поэтому, возможно, опять у людей проблемы будут с горячим подснабжением. Сегодня, завтра. Также Валерий Монастырев рассказал о ситуации с затоплением канализационными стоками улицы Солнечной. Очень серьезный дефект с затоплением, выхода на рельеф не допустили. Смогли своевременно откачивать. Но два дня работали, прежде чем смогли добраться до насоса. Насосная у нас в эксплуатации, резервное оборудование было, заменили достаточно быстро. И к концу недели аналогичный дефект, но более серьезный уже. Это ПКНС Парус в районе санатория, соответственно, там. Там в выходной только смогли добраться, докачать до дна. Очень большая глубина. При откачке обычной асмашины не смогли. Устанавливали помпы и помпами откачивались приемного приемка и вывозили машины. На 6,5% выросла заболеваемость ОРВИ в Бердске. Прививочная кампания против гриппа завершилась. Множество травм получили берчане на прошлой неделе, сообщила главный врач Бердской больницы. Ситуация очень серьезная на сегодняшний момент. У нас за неделю 62 человека, обратившихся в травмпункт, в том числе 50 за два выходных, за субботу и воскресенье. 14 пациентов госпитализировано. Также Елена Тотская сообщила, что в Бердске состоялась акция «Розовая ленточка», но без привлечения врачей из онкодиспансера. Акция с участием врачей из областного учреждения состоится 9 декабря. Продолжается проведение профилактических мероприятий. У нас продолжается работа с организациями и предприятиями по прохождению диспансеризации. На сегодняшний момент у нас отработаны списки по 32 организациям. 7 организаций за неделю прошли, но по численности это всего лишь 70 человек. Коллеги, я сейчас всем доношу, чтобы вы поняли, это стоит государственная задача – изучить здоровье российского человека. И кто этого не понимает, я просто погрузился в то, что некоторые учреждения у нас бюджетной сферы, вместо заявленных 200 человек, приводят 8. А врачей на это время на 200 человек освобождают, ну то есть целый день планируют, чтобы они полностью этих 200 отработали. Вот попросил сейчас списки прям поименные, кто прошел, кто не прошел, в каком учреждении. Вы меня извините, пожалуйста, конечно, да, но вот понятно, что дело добровольное и все прочее. Но еще раз повторю, государственная задача стоит, которую нам необходимо с вами выполнить. И мы с вами, наш город такой в негативном контексте обсуждается на совещаниях правительств. Я не хочу краснеть больше. И думаю, никто из вас не хочет краснеть. И спасибо Елене Гиданевне, что она сказала, что прививки у нас закончились. Я тут узнал, что у нас антипрививочники есть, к сожалению, среди наших руководителей, заместителей и прочих. Хотел бы с каждым отдельно потом его позицию по прививкам обсудить. Общаясь с руководителями организации на прошедшей неделе, я лишний раз убедилась в том, что нет понимания, что такое профосмотр и диспансеризация. Самое главное отличие – профосмотр – это исполнение норм трудового кодекса, а диспансеризация и профосмотры именно прикрепленного населения – это возможность гражданина узнать состояние своего здоровья. И все идет к тому, что в личном кабинете, через какое-то время, пока эти ресурсы дорабатываются, должен будет появиться статус каждого гражданина, его состояние, его здоровье. Заместитель руководителя управления ЖКХ доложил, что реализация программ КГС и БКД в Бердске завершена, сейчас проходит оплата услуг. Продолжается восстановление циркуляции горячего водоснабжения, сообщил руководитель управления капитального строительства. Пятый и шестой дом по адресу микрорайон, внутренние работы выполнены. На этой неделе приступаем к наружным работам. Уборку снега и посыпку песко-соляной смесью дорог и тротуаров проводили специалисты Центра муниципальных услуг на прошлой неделе. Основное внимание при посыпке уделялось тротуарам и остановкам. В течение недели было высыпано на тротуар и остановке около 80 тонн песко-соляной смеси. Проводили уборку мусора, вывезли около 38 тонн на полигон ТБО. В течение недели отремонтировано 9 остановок, которые были разрушены ветром, когда было штормовое предупреждение. Работу управляющих компаний контролирует отдел энергетики и ЖКХ администрации. Специалисты осмотрели 50 многоквартирных домов. В связи с погодными условиями зафиксировано большое количество гололедных травм, в том числе на придомовых территориях. Эти управляющие организации у нас выявлены. Сегодня вне графика проведен выборочный осмотр 28 многоквартирных домов по управляющим организациям, на которые зафиксированы эти травмы. Сегодня на входных группах мы нарушения не заметили, то есть входные группы очищены и обработаны песко-соляной смесью. Данный вопрос у нас будет стоять на контроле на текущей неделе, то есть будем отслеживать. Специалисты отдела административно-технического контроля на прошлой неделе обследовали места, где велись работы по программе догазификации. Осмотрели 60 мест. Итого из 60 мест по 36 местам у нас имеются замечания. То есть работу мы проводили с четырьмя юридическими лицами, которые производили работы по муроскопу. Вот сейчас основные замечания у нас у облгаза. Вот с ними мы сейчас переговоры, наверное, закончили. То есть вышли на то, что они нам будут гарантийные обязательства по каждому месту на весенний период. Эти места мы на контроле оставим. Весной уже будем продолжать данную работу с организацией. Ну а правила благоустройства у нас допускают. То есть в период с 15 октября по 15 апреля работы по благоустройству не произойдет. Ну то есть теперь на обращение граждан мы будем указывать, что у нас есть конкретные сроки, они нам письменно ответят по каждому объекту. Руководитель отдела по делам молодежи проинформировал, что в городе начата работа по формированию молодежного парламента. В отделе культуры рассказали о прошедших культурных событиях и о благотворительной акции всем миром, которая стартует 1 декабря. В городских учреждениях установят ящики для сбора средств на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok